За последние пять лет Крымский полуостров сделал множество шагов вперед. И вот о том же, что впереди нас всех ожидает, мы прямо сейчас и узнаем от нашего гостя. А в гостях у нас сегодня Сергей Цеков, член Совета Федерации от Государственного Совета Республики Крым. Доброе утро, Сергей. Доброе утро. Спасибо, что нашли время. Нормально. Как обычно. А как обычно это как? Ну я рано встаю обычно, так что. У меня все как раньше, так и сегодня. Но сегодня на эфир надо было прийти, поэтому соответствующее настроение связано с предстоящим эфиром. Итак, что крымчан всех нас ожидает в ближайшую пятилетку? С чего начнется следующий шаг? Да он уже начался. Он уже начался с формирования власти новой, с выборов, которые мы прошли буквально два месяца назад. И формируется сейчас власть исполнительная, еще не до конца сформирована. Но мы являемся свидетелями формирования новой власти. Новая власть будет реализовывать те проекты, которые, в принципе, были озвучены в период избирательной кампании. Мы, конечно же, хотим, чтобы вот те изменения, которые произошли в Крыму в целом за прошедшие пять лет, они, в принципе, дошли до каждого крымчанина, до каждой квартиры, до каждого дома. И в этом направлении будем предметно работать. У нас хорошие для этого возможности. Кого и что это будет касаться в первую очередь? Касаться каждого гражданина Республики Крым. Я думаю, что то ощущение счастья, которое, я уверен, есть у большей части крымчана, оно, конечно, должно практически дойти до фактически каждого крымчанина. Даже, может быть, крымчанина, который не был уверен в правильности нашего выбора в 2014 году, который, может быть, сомневался еще первые пять лет. Но я бы хотел, чтобы в следующие пять лет практически все 100% крымчан сказали, что мы сделали очень правильно в 2014 году, когда проголосовали на референдуме за воссоединение Крыма с Россией. Что мы живем в России, в великой стране. Мы живем счастливо под мирным небом. Мы видим отношение к нам России. Отношение России к нам великолепное. Мне кажется, что вера в правильность нашего выбора и вера в будущее, она должна быть у каждого крымчанина. Говоря о будущем, предусматривая наше будущее, заглядывая чуть-чуть вперед, важно ведь, говоря о развитии, важно понимать, насколько у Крыма, у полуострова есть потенциал для развития. Как вы считаете? Огромнейший потенциал. Я вообще считаю, что пройдет 5 лет, 10 лет, и мы будем не только одним из самых интересных регионов с точки зрения здесь посещения Крыма с целью туризма, отдыха, лечения. Мы станем одним из ведущих регионов в решении экономических вопросов. Я думаю, мы станем бюжетообразующим регионом России на протяжении 5 лет первых, и я уверен, на протяжении 5 следующих лет после нашего воссоединения с Россией. Россия нам очень много помогает, но придет время, когда мы будем работать, можно сказать, самостоятельно, вернее, зарабатывать сами и часть средств отдавать России. Вот такое время придет. Всегда мы должны помнить, крымчане, и доносить эту нашу мысль до граждан Российской Федерации, что мы являемся вообще духовным центром России. Что мы, знаете, такой очень духовный регион, регион, который, в принципе, подарил России, будем говорить, так, православие. Православие является центром российского государства, основой российского государства. Все вокруг, я считаю, что вот вокруг православной веры и ее становления формировалось наше государство и сегодня формируется. Есть какие-то моменты, на которые стоит сделать особенный упор в следующие 5 лет, чтобы потом посмотреть, получилось или не получилось? Инфраструктуру мы, конечно, за эти 5 лет, я имею в виду вот все то, что определяет вот наше ощущение хорошей жизни вообще как таковой, мы должны довести до очень хорошего состояния, то есть наши дороги, водоснабжение, энергоснабжение, вообще коммуникации как таковые, они должны быть очень простыми. И, фактически, вот этот уровень нашей организации должен прочувствовать, опять-таки, каждый крымчанин. Ну, понимаете, можно много говорить о хорошей, счастливой жизни, но если ты выходишь на улицу и разбитый тротуар, и плохая дорога, и неосвещенные улицы, то, конечно, сразу все эти разговоры, они уходят на второй план. То есть повседневная жизнь, она, мне кажется, она вот прежде всего определяется повседневной окружающей средой. Окружающая среда – это, конечно, та инфраструктура, над которой мы сегодня работаем. Ну и моральное состояние. Я думаю, что моральное состояние крымского сообщества, оно очень высоко. Еще один раз повторюсь, мы понимаем, что сделали правильный выбор в 2014 году. Я всегда, раньше говорил, еще до 2014 года, и сегодня, я всегда говорил о том, что вообще-то в Крыму уровень российского патриотизма, он намного выше, чем в многих других регионах Российской Федерации. И сегодня это очень ощущается. Потому что езжу по другим регионам Российской Федерации. Мне кажется, что вот отношение к России, отношение к нашей истории, отношение к многим другим вопросам, что определяет сущность нашего государства, у нас гораздо более обостренное и более, знаете, такое высокое, чем в других регионах Российской Федерации. Они могут на это обижаться, но это так. Я абсолютно с вами согласен, потому что сейчас, слушая вас, в голове пронеслись праздники, которые были и государственные, и республиканские, и региональные, очень много праздников. А самое главное, что люди чтят традиции не только в праздники. И как по-вашему, насколько важно вот это все передать молодежи, подрастающему поколению? Ну, мы передаем многими мероприятиями, которые мы проводим в Крыму, мероприятия, которые носят такой патриотический характер, патриотическую направленность. Конечно, мы отмечаем главные праздники Российской Федерации. Ну, недавно мы отметили День народного единства. Мы обращаем внимание молодежи нашей. Хотя я всегда говорю, что, по большому счету, патриотическое воспитание – это не только для молодежи, а для всех и для людей старшего возраста. Ну, многие не знают, допустим, чем связано там утверждение праздника народного единства. Возвращаем их на много веков назад, объясняем, что тогда происходило. Это своеобразное воспитание. То, что мы преподаем историю, которая отвечает нашему пониманию, российскому пониманию того, как вообще формировалось российское государство, что происходило в прошлом. То, что мы преподаем правдивую историю, это, безусловно, является воспитанием, опять-таки, молодежи прежде всего, но всех крымчан, то, что мы памятники стали устанавливать и восстанавливать. Восстановили памятники Екатерины Великой. Это большое событие. И те, кто проезжает мимо памятника, они задумываются, почему установили памятники Екатерине, кто такая Екатерина. Многие и в России не понимают, что Екатерина вообще-то выдающаяся личность российского государства. Ну, знают, что, конечно, императрица великая, безусловно. Но вряд ли понимают до конца, что фактически Екатерина своим решением, манифестом 1783 года, который она подписала 19 апреля, она воссоединила фактически русские земли. Она воссоединила православный Крым. А Крым, как вы помните, вообще-то назывался в древние века на протяжении многих столетий Тавридой. Вот с Россией, с Российской империей. В частности, надо понимать, почему Екатерина назвала после этого Крым и Тавридской областью, и Тавридской губернией. Это просто уважение к историческому прошлому России. Памятники стоят, мы их все видели, наши телезрители с этим согласятся. А что по поводу городской среды? Вот непосредственно парков и того пространства, где может гулять молодежь или семьи с детьми. В общем, такой вот зоны комфорта в городе. Ну, я об этом сразу сказал. Вы когда меня спросили, а что определяет? Я сказал, окружающая, я сказал, инфраструктура, вообще окружающая среда. То есть хорошие дороги, хорошие тротуары, обустроенные дворы, детские площадки, ну, соответственно, парки с хорошей инфраструктурой для отдыха. Это, конечно, определяет жизнь конкретного сообщества, общины на территории определенного населенного пункта. Обустроенный город Симферополь, это здорово. Конечно, нам работать придется много, мы это понимаем. Но уже что-то сделано, набережная отремонтирована. Ну, я не могу сказать, насколько, но мне кажется, процентов на 80. Хотя сейчас работа приостановилась немножко, я это вижу. Вот, приводится в порядок дороги. И так далее, и тому подобное. И парками мы занимаемся. Появляются новые парки, как говорится, отремонтированные, если можно применить такое, или благоустроенные по современному такому стандарту. То есть над этим работаем. Но это должно касаться не только города Симферополя, это должно прийти в каждый населенный пункт Крыма. И не только в город, а в каждое село. И работать над этим нам предстоит очень много. Сергей Павлович, к сожалению, время нашей беседы строго регламентировано и ограничено. Вам хотим сказать спасибо за такую обширную информацию. Действительно, есть над чем задуматься. Огромное спасибо, что это утро встречаете в нашей компании, ну а нашим телезрителям. Телезрителям хочу напомнить, что сегодня это утро с нами встретил Сергей Цеков, член Совета Федерации от Государственного Совета Республики Крым.